Привет, друзья! С вами Сан Саныч и вы на канале Взрослый Разговор. Сегодня мы едем в Коблево. Мы выезжаем из Одессы. Я хочу вам показать эту дорогу, потому что Коблево достаточно популярный маршрут для туристов. Очень много людей со всей Украины, ну и, естественно, иностранных туристов, это белорусы, молдаване, с других стран, любят приезжать в Коблево. Поэтому сегодня я вам покажу маршрут Одесса-Коблево. Итак, у нас за спиной Одесса, поселок Котовского. Я сбиваю одометр по нулям. Время сейчас 19.26. Мы будем ехать без остановок. Мы будем ехать, соблюдать все правила дорожного движения, то есть не нарушать скоростной режим в населенных пунктах, которые будут по дороге. Ну и давайте посмотрим оптимальное время, за сколько мы доедем. Я хочу вам показать эту трассу для того, чтобы вы понимали, как выглядит трасса, как выглядит дорожное покрытие. Встречаются ли на дороге полицейские, которые останавливают просто так машины. Ну, в общем-то, давайте ехать и смотреть. Подъезжаем к КП. Выезд из Одессы. Ограничение скорости. На КП с той стороны, видите, стоит полицейский один. Одиноко. Один одиноко. И все. Никто никого не останавливает. Здесь, на выезде из Одессы, достаточно широкая трасса. Две полосы в одну сторону, две полосы в другую. Поэтому едем, следим за скоростью. И не нарушаем правила дорожного движения. Почему мы едем в Коблево? Конечно же, мы не едем замерить километраж или время в пути. Мы едем отдыхать. Едем отдыхать в пансионат Николаев. Я не так давно делал по просьбе своих друзей обзор этого места для отдыха. Нам там понравилось. Поэтому сейчас у нас выдалось 4 дня выходных. И мы едем отдыхать именно туда. Поэтому наша конечная цель – это пансионат Николаев в курорте Коблево. Поэтому и расстояние мы будем мерять от выезда из Одессы до нашего конечного пункта. Тем временем мы подъехали к населенному пункту Иваново. Обязательно снижайте скорость. Потому что здесь очень часто любят стоять полицейские. Обычно в конце и, естественно, с радаром. Ну вот. Андрюха на фуре смелый. Почему Андрюха? Сейчас я вам покажу. Посмотрите на его номер. Давайте мы пристроимся за Андрюхой. Он будет нашим солидным спонсором в селе Иванове. И мы, не спеша, с соблюдением всех правил дорожного движения, проезжаем этот населенный пункт. Полицейских нету, но это не повод нарушать правила дорожного движения. Потому как это все-таки населенный пункт. Он находится на трассе. Там есть пешеходные переходы. А я вам скажу, что жители Одесской области, они чтят пешеходные переходы. Ну что, давайте вместе помашем Андрюхе. Он нам больше не интересен. И едем дальше. Тут есть развилка направо на Доброслав. Это через мостик. Бывший населенный пункт Коминтерного. А мы едем прямо. В Коблево на самом деле есть две дороги. Есть вот эта, вот она как бы считается главная. И есть дорога вдоль моря. Если ехать из Одессы и вдоль населенных пунктов Крыжановка, Лески, Фонтанка и так далее, в сторону Южного, точно так же можно выехать к Коблево. Но эта дорога пошире. И, собственно, здесь меньше загрузка, хотя она и главная трасса. Почему? Потому что та дорога идет все время вдоль моря. И, особенно летом, там очень много машин, очень много приезжих. Поэтому рекомендую всем вот эту трассу, по которой мы едем. Я вот здесь вот вам оставлю сейчас маршрут. Вы его увидите. Ну и будете понимать. Кстати, вон молдавская машина поехала. Может быть, уже границы открыли. Кстати, надо узнать. Потому что так, одинокие молдавские машины раз в 2-3 дня я в Одессе встречаю. Один раз хотел на светофоре, помахал, опусти окно. Хочу поговорить, но они отвернулись в другую сторону и сделали вид, что меня нету. Не знаю, у меня лицо доброе, странно. Есть такое выражение. Жили, бедно, хватит. Я к тому, что сужение дороги. И две полосы плавно переходят в одну. Опять-таки, где-то недавно читал, что планируют дальше расширять эту трассу. Но я про это, правда, читаю уже последних лет 15. Поэтому давайте исходить из того, что есть. Надо отдать должное хорошему качеству покрытия. Дорога на твердую четверочку. Местами даже на 4 с плюсом. Но расслабляться не надо. Потому что периодически встречаются выбоины. Какие-то бугорки. Ну и другие моменты, которые не очень приятны для автомобилистов. И тем более для байкеров. Также здесь очень много таких слепых поворотов и спусков-подъемов. Когда вы не видите, вернее, очень сильно ограничена видимость дороги. И тут случаются аварии. Поэтому не обгоняйте, если не уверены. И тем более, если есть сплошная. По опыту могу вам сказать, что сплошные просто так не рисуют. В окрестностях Одессы на Черноморском побережье достаточно много популярных курортов. Затока, Коблева, Грибовка, Санжейка. Другие места. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какое место любите вы. Почему вы выбираете тот или иной курорт? Это очень важно, потому что очень часто люди спорят, где лучше, в Коблево или в Затоке. Мне интересно ваше мнение. Среда, вечер. А трасса достаточно загружена, я вам скажу. Пока я выбираю возможность для того, чтобы совершить маневр, который называется обгон. Поддержите это видео лайком. А если вдруг вы еще не мой подписчик, то обязательно подпишитесь на канал. Для этого внизу под видео нужно нажать кнопочку подписаться. А рядом с кнопочкой нажмите на колокольчик. Тогда вы не пропустите ни одного моего свежего видео. Субтитры сделал. 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 Тут мы едем все время прямо. Населенных пунктов по дороге уже не будет. Все они будут оставаться в стороне. Следующий важный ориентир это заправка Сакар. Кстати, вот там как раз на Сакаре и есть поворот на город Южный. То есть если ехать по нижней дороге вдоль моря, то как раз вы езжаете на Сакаре. Сейчас я вам покажу, мы уже подъезжаем. Очень много здесь зерновозов. Тут рядом терминал, который принимает зерно. Сейчас, конечно, их не так много, а вот чуть дальше туда, когда начнут убирать урожай, то здесь эта трасса очень загружена и вдоль обочины стоят очень много машин. Сейчас вам подсолнухи по сторонам. Красота. Кто уже делал селфи в подсолнухах, ставьте лайк. Вот мы подъезжаем к развилке. С правой стороны Сакар и здесь же поворот на Южный. Такой поворот направо в виде разворота. Вот видите дорожный знак. Южный направо, Николаев налево. ВСК. Здесь сейчас будет спуск к Телегульскому лиману. Ну, скажу вам так, дорожка тут не фонтан, легкий шифер, поэтому сильно тут не погоняешь. Едьте аккуратненько. Но зато такой шикарный вид открывается. Мы не так давно были в Коблево, снимали уже Коблево. И я, кстати, снимал видео, в одном из видео, где Телегульский лиман впадает в Черное море. Если вы это видео не видели, я вот здесь сейчас вам оставлю ссылку. Очень интересное зрелище. Кстати, вот здесь вот можно тоже съехать с моста направо, не доезжая до Коблево. И попасть на море. Я когда-нибудь сниму на эту тему видео, не в этот раз. Там есть дорога. Когда-то в бытность молодым и красивым я там ездил. Кстати, мне кажется, что воды в Телегульском лимане добавилось. Это радует. С левой стороны кайт-школа. Можно полетать вот на таких вот парашютах, которые называются кайты. Кто фанатеет от этой темы, рекомендую. Приезжайте. Здесь всегда хорошие ветра. Я всегда здесь наблюдаю большое количество летающих на кайтах. А мы тем временем практически подъехали к населенному пункту Коблево. Сейчас я вам покажу, как тут нужно проехать. Подъезжаем. Первое, что мы видим, это ограничение скорости и предупреждение о том, что через 400 метров полиция. Дальше 70, через 200 метров полиция. Занимаем крайний правый ряд. Это немаловажно. Кстати, полицию уже можно наблюдать. Вон с левой стороны они стоят и ловят. А на что они ловят, я вам покажу на обратной дороге. И вот здесь, смотрите, есть поворот перед КП. Направо. Поворачиваем. И едем все время прямо. Дорожка будет извиваться. Какое-то время. Сейчас, кстати, посмотрим, сколько километров. Мы уже проехали 38,7 километров. Давайте посмотрим, сколько до самого Коблева, до КП. Там еще одно КП есть, но в езде. Периодически там стоят полицейские. Что они там делают, непонятно. Ну, наверное, следят за правопорядком. Я думаю так. То есть выполняют свои прямые функциональные обязанности. Ну, меня реально порадовало то, что воды в Телегольском лимане стало больше. Тут вы едете, и вдоль дороги реклама всевозможных баз отдыха. Какие хотите. Вы можете смело заказывать, заходить в интернет, находить их сайты, инстаграмы. Но также, немаловажно, я вам рекомендую. Смотрите мой канал, канал Взрослый Разговор. У меня есть плейлист, который называется Коблева. Я вот здесь на него сейчас сделаю ссылку. Так вот, там уже достаточно много обзоров отелей самого Коблева. То есть вы будете ехать подготовленными. Я показываю вам реальную картину, как она есть. Ну, и после вот этого визита, и после этих четырех дней пребывания в Коблева, этот плейлист пополнится. И будет пополняться дальше. Поэтому смотрите канал Взрослый Разговор. И вы всегда будете знать, куда ехать. Как образовался курорт Коблева? У нас сам населенный пункт Коблева остался за спиной. Во времена Советского Союза, где-то 50-е, 60-е года, здесь поделили территорию. И часть территории отдали молдавским предприятиям. Да, территория, которая ближе к Одессе. А другую часть отдали николаевским предприятиям. Ну, соответственно, та сторона, которая ближе к Николаеву. Поэтому Коблева условно делится на молдавскую и николаевскую сторону. То есть есть молдавская сторона, есть николаевская сторона. Но это было давным-давно. И, собственно, с тех пор все поменялось. Вот смотрите. Здесь знак Стоп-Контроль. Мы обязательно останавливаемся. И вот с правой стороны что-то наподобие полиции, КП. Мы вот здесь вот поворачиваем налево. Ориентир хороший. Это православный храм и место для селфи Коблева Black Sea Resort. Я знаю, куда ехать, потому что мы уже были в пансионате Николаев, снимали обзор. С левой стороны у нас, кстати, аквапарк. Ни разу там не был, но многие из вас писали, что классный аквапарк. Поэтому, пожалуйста, он здесь есть. Здесь также есть еще дельфинарий. Если у нас будет время, то мы обязательно в него сходим. Итак, мы вот так вот едем, 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 едем. И вот здесь первый поворот направо. Мы поворачиваем. Едем до упора. Пансионат Николаев находится на второй линии от моря. Но, как мне тогда сказали, до моря здесь 150 метров. Но вы посмотрите качество пансионата, его уровень, и скажете, что 150 метров пройти это не так уж и много. Итак, и вот здесь вот знак стоп, и мы поворачиваем налево. Поворачиваем налево и едем прямо. И ехать нам совсем недалеко, насколько я помню. Да, вот смотрите. С левой стороны пицца в пансионат Николаев. Вот мы подъезжаем сюда к воротам. Есть вон охрана, телефон. Я сейчас позвоню. Скажу, что мы приехали, приехали гости. 068. В следующем видео я вам покажу заселение в отель, покажу наш номер и покажу сам отель. Здравствуйте, откройте, пожалуйста, ворота. Мы стоим под воротами, гости ваши. Ну что, пока нам открывают ворота, поддержите это видео лайком. Если вдруг по какой-то причине вы еще не мой подписчик, вот здесь, внизу под видео, есть кнопочка подписаться. Нажимайте на эту кнопочку, а рядом с кнопочкой нажимайте на колокольчик. И тогда вы не пропустите ни одного моего видео. Также у вас есть возможность поделиться этим видео. Для этого под видео нажимайте кнопочку поделиться и разбрасывайте видео по всему интернету. Меня зовут Сан Саныч. Вы на канале Взрослый Разговор. Сегодня я вам показал, как из Одессы доехать до Коблева. Обязательно сохраните себе это видео. В следующий раз, когда будете ехать, посмотрите его. Я желаю вам добра, любви и счастья. Пока!